Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Георга Мирзаяна. Фашистов нашли не там. Почему Польша решила развести Россию на репарации? Польское руководство требует от России компенсации и извинений за период Второй мировой войны. И действительно, нужно компенсировать и извиниться, но не России перед Польшей, а Польше перед Россией, за прегрешения как до, так и после Второй мировой. Между Польшей и Россией активно разворачивается настоящая война памяти. Польское руководство пытается представить свою страну жертвой многовековой российской агрессии и требует от Москвы компенсации. Пока что за те разрушения и жертвы, которые Польша понесла в ходе Второй мировой войны. Но потом аппетиты, естественно, возрастут. И официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже пообещала Польше компенсации, но не материальные, а информационные. Сама Мария Владимировна не пояснила, что это значит. Но мы можем предположить, что российские власти тоже вспомнят ряд исторических событий, за которые Польша нам, мягко говоря, должна. Начинать можно аж со смутного времени, когда шляхта, воспользовавшись внутриполитическим бардаком в русском царстве, вторглась в российские земли, взяла Москву и назначила в ней марионеточное правительство. Русским войскам понадобилось несколько лет, чтобы навсегда изгнать поляков и прекратить смуту. Десятки лет на преодоление экономического ущерба. Полвека на то, чтобы вернуть у Польши захваченные ею территории. И сто лет для того, чтобы вернуть свои территории у Швеции. А спустя почти 200 лет после смуты, Польша, лишившаяся суверенитета и превратившаяся в арену для противоборства соседних великих держав, была успешно соображена на троих. Россия, Пруссия и Австрия ее разделили. Впрочем, можно не уходить вглубь веков и вспомнить более свежие события 20 века. Так, поляки обвиняют Советский Союз в расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Но при этом отказываются признавать собственные преступления против советских военнопленных, совершенные за почти два десятка лет до Катыни. После выигранной Варшавой советско-польской войны 1919-1921 года в польском плену осталось около 100 тысяч красноармейцев, а также тысячи русских некомбатантов, которые бежали от ужасов гражданской войны. И они, по словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, были в бесправном положении. Польша присоединилась к ГААКской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны лишь в 1925 году, а значит не была связана никакими обязательствами в вопросе обращения с военнопленными. Министр иностранных дел Польши Евстафий Сапега обещал, что с русскими пленными будут обращаться так, как того требует честь и достоинство Польши. И, как выяснилось, она требовала массовых издевательств над русскими, евреями и другими неполяками, которых содержали в нечеловеческих условиях, регулярно издевались и даже не вели нормальную статистику погибших, убитых и замученных. Поляки уверяют, что в лагерях умерло всего 16-18 тысяч человек. Однако оценки российских историков доходят до 80 тысяч. Для сравнения, из 40 тысяч пленных, попавших в плен к Советской России, погибло лишь около 2 тысяч человек. Остальные либо были возвращены Польше, либо решили остаться на российской территории. Естественно, Варшава отказывается даже извиняться за это преступление, не говоря уже о выплате каких-то компенсаций. И даже всячески отрицает сам факт намеренных издевательств над пленными. Польша обвиняет нас в «коммунистической оккупации», но в то же время умалчивает о вкладе «польских жертв» в трагедии 20 века. И речь тут не только о том, что руководство Польши на пару с властями ГДР было одним из основных адвокатов силового подавления Пражской весны в 1968 году и умоляло Брежнева ввести войска, о чем сейчас Варшава и Берлин не любят вспоминать. Речь о том, что глупость, жадность и русофобия Польши стали причиной начала Второй мировой войны. Войны, в которой было убито почти 27 миллионов граждан Советского Союза. Что составляет, для сравнения, чуть менее 80% всего населения Польши в границах 1939 года. Именно Польша помогла Гитлеру сделать первый шаг к агрессии. Отжать у Чехословакии судеты, а затем и оккупировать эту страну. Именно Варшава помогла Берлину разобщить Восток. Она сорвала московские переговоры о создании системы коллективной безопасности в Восточной Европе. После чего Сталин вынужден был подписать с Гитлером пакт Молотова-Риббентропа. Польша несет моральную и материальную ответственность за то, что произошло позднее. Но поляки не любят об этом вспоминать. Как и про то, что Советскому Союзу освобождение Польши от нацистов стоило почти 27 миллиардов тогдашних рублей. 26 миллиардов 720 миллионов 959 тысяч рублей и почти полмиллиона убитых красноармейцев. Да, Сталин забрал у Польши территории Западной Украины, Западной Белоруссии, а также часть нынешней Литвы с будущей столицей Вильнюсом. Но взамен Польша получила земли Восточной Германии. Меньше по размеру, но куда более развитые. Если поляки считают это очередной несправедливостью Сталина, что ж, они могут это исправить. И российская политика-экспертное сообщество даже готова им оказать в этом благородном деле посильную помощь. Пусть Польша возвращает свои западные земли немцам и выставляет территориальные претензии к Литве, Украине и Белоруссии. Ну или требует от них компенсации за 75-летнюю оккупацию исконно польских территорий. Посмотрим, чем они ответят. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.